С 22-летней Саски Иван Эйленбюрх, знатной патрицианкой, Рембрандт познакомился в доме ее кузена. Подруги Саски из высшего общества осуждали ее выбор, он же не отесанный мужлан. А знавшая толк в любовных утехах, Саски улыбалась. «С ним ночью превращается в сказку», — говорила она. В 1634 году они поженились. Рембрандт был в ударе. За два года пятьдесят полотен. И каких? Но если он хотел Саски, холст летел ко всем чертям. Жена Дразняева медленно снимала с себя кучу нижних юбок и обнажала полные ноги. Он обожал свою булочку и за восемь лет их любви написал с нее десятки полотен. Но больше всего он любил ее в Данае. Это была единственная картина, которую мастер писал не на продажу, он писал ее для себя. Саски мечтал о ребенке, но дети Рембрандта умирали. Выжил лишь один из четверых, Титус. Однажды ночью Саски попросила мужа принести ей перо и бумагу и написала завещание. Все богатство, доставшееся ей как дочери Патриция, в случае смерти должен был унаследовать муж. Но при условии, что он больше никогда не женится. Через пару дней Рембрандт нашел тридцатилетнюю Саски мертвой. Она лежала обнаженной, будто позировала для Даная. Художник не ел несколько дней, бредил, и друзья даже опасались за его разом. Умершая Саски оставила ему младенца сына. Срочно нужна была нянька, и кто-то из знакомых посоветовал пригласить вдову трубача, сорокалетнюю фламанку Герджи Диркс. В марте 1642 года она появилась в доме Рембрандта. Широкая в бедрах, медлительная. Как-то вечером Герджи помогла младому господину разобрать постель и юркнула в нее первой. Рембрандт присоединился, а после горячей ночи подарил няне-любовнице кольцо и обещание жениться. Вот с тех пор она стала полноправной хозяйкой, она обожала маленького Титуса. Но дела у маэстро шли неважно. После смерти Саски заказов было немного, и его начали уже атаковать кредиторы. Писал он без настроения. В один из дней снял со стены Данаю и долго колдовал над ней кистью. Потом прикрыл холст, но так и не повесил на стену. Все изменилось в доме, когда Рембрандт взял на службу новую служанку, почти девочку, Хендрик Естоффель. Он влюбился в нее с первого взгляда. Маленькая Хендрик Естоффель безумно напоминала ему Саскию. Герджи безумно ревновала и, скоро не выдержав мук ревности, слегла с нервным приступом. Рембрандт поместил ее в дом для умалишенных и долгие годы оплачивал пребывание в нем. Скроткой Хендрик Естоффель Рембрандт снова стал мальчишкой, жаждущим творить. Она позировала ему, задрав ночную рубаху или кокетливо распустив по обнаженному телу длинные волосы. Она родила дочь Корнелию и Рембрандт обессмертил дочь и любовницу в картине «Святое семейство». Казалось бы, поводов ревновать у Хендрик Естоффель не было, но она ревновала. Она ревновала мастера Гданае. Недоумевала, что он так старательно исправляет в уже давно готовом полотне. На вопросы Рембрандт не отвечал. А вскоре на него посыпались новые несчастья. Хендрик Естоффель умерла от чумы. Через два года он потерял сына Титуса, а в 1669 году почти слепым и в полной нищете умер и сам. Спустя много лет Данаю просмотрели под рентгеном и обнаружили, что полотно переписано трижды. Великий Рембрандт воплотил в Данае сразу трех своих любимых женщин. Но ни одна из них так этого и не узнала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова